Да, ну есть несколько вариантов, в которых мы можем употреблять пробиотики. В первую очередь, это, конечно, различные кисломолочные продукты, потому что там кефир, ряженка, йогурт, сыры различные и так далее, творог, сметана, все это содержит микроорганизм. И поэтому, чем более разнообразные продукты вы используете, потому что мы должны получать разные полезные микроорганизмы. Так вот, чем более разнообразные продукты питания, тем, конечно, лучше. Есть различные средства, в том числе и лекарственные средства, которые содержат в себе пробиотики. Тут вопрос цены, конечно, потому что для того, чтобы сохранить микроорганизм в таком сухом виде, это достаточно дорогостоящая технология, поэтому продукты такие, как правило, лекарственные средства дорогие. Вы в какой-то степени, человек, может заменить вот такой подход вместо такого лекарственного средства, употребляя просто весь тот рацион кисломолочных продуктов, который у него есть.